Добрый вечер. В Москве 19 часов. Время новостей культуры в студии Павел Помощников. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вспышки камер, журналисты. К повышенному вниманию Олег Попов, кажется, так и не смог привыкнуть. В Советском Союзе этого солнечного клоуна знал каждый ребенок. Ему писали письма без адреса. Просто Олегу Попову. Клоуну, соединившему в своих репризах эквилибристику, акробатику, жонглирование. Чтобы исполнять свои андре, вот так, играючи легко, в свое время занимался по 10 часов в день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Шестуа, прославившаяся в жанре акробатики на шестах, не раз выступала в программах вместе с Олегом Поповым. Впервые я его увидела, это было очень давно, в 1955 году. Он выпустился из училища. Он был в жанре эквилибриста, на свободной проволоке. И он очень хорошо жонглировал. Уже тогда у него какой-то был свой стиль. Светло-желтый парик, черно-белая кепка. Как и несуразные штаны, неотъемлемые составляющие его образа. Первую клетчатую кепку Олег Попов обнаружил в костюмерной Мосфильма. Говорит, аксессуар был бесхозным. Как его было не взять? За годы выступлений износил больше 30 кепок. Менял их разве что на поварские колпаки. Я угостить вас постараюсь, одевшим повара колпаки. В отличие от многих коллег, Олег Попов не из цирковой семьи. В 1944 году, воодушевленный примером друзей, поступил в цирковое училище. Аргументом в пользу выбора профессии стало и то, что в училище давали 650 граммов хлеба в день. На целых 100 граммов больше, чем на заводе. Начинал с номера эксцентрик на свободной проволоке. Но большого успеха не было. Подменяя заболевшего артиста, дебютировал как коверный клоун. Оказалось, это его амплуа. Репризы Олега Попова стали классикой мирового цирка. Для меня Олег Попов это такая звезда большая, мировая, что лучше него в плане человечности, доброты, душевности и вообще образа его, наверное, лучше нет. По одной из версий, псевдоним «Солнечный клоун» придумала бельгийская королева. Но сам Олег Константинович в интервью с журналистом рассказывает другую историю. Во время гастролей в Лондоне в газете вышла рецензия с заголовком «В туманном Лондоне появился солнечный клоун». Оттуда все и пошло. А вот в Германии, где сейчас живет Олег Попов, у него псевдоним «Счастливый Ганс». Много лет он не выступал в России, но в Сочи на вручение международной цирковой премии «Мастер» Олег Попов все-таки приехал и получил приз «Легенда цирка». Меня удивило то, что прошло 30 лет, пока меня не было. Меня все-таки знают. Репризу «Луч», которую уже столько лет исполняет, в Сочи все равно репетировал до 4 утра. 2000 зрителей аплодировали Олегу Попову стоя. Лидия Алешина, Дмитрий Яковлев, Новости культуры. К юбилею солнечного клоуна смотрите на нашем канале сегодня в 22.05 документальный фильм «Свидание с Олегом Поповым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова